Мы все находимся в состоянии стресса, и это влияет на наши тела и на наш разум. Будь то оплата счетов, трудные люди на работе, семейные конфликты. Все подвержены стрессу. Доусон Чорч, автор книги «Джин в наших генах». Я хотел бы рассказать вам о замечательном методе исцеления под названием «Техника эмоциональной свободы». Он может помочь вам прямо сейчас. Люди хотят поделиться с вами историями о том, как им удалось справиться с проблемами, а также об исследованиях, выведших технику эмоциональной свободы на уровень продвинутого, доказанного изобретения. Техника эмоциональной свободы работает над удалением волнения при принятии жизненно важных решений. Связь с самим собой. Техника эмоциональной свободы отлично помогает сбрасывать вес. Я бросила курить благодаря технике эмоциональной свободы. Любые привычки. У меня были панические атаки, но благодаря ТЭС они прекратились. Депрессия на протяжении жизни. Бессонница. Борьба со страхами. Техника эмоциональной свободы помогла моим детям с СДВ. Тревога. Техника эмоциональной свободы помогла мне побороть рак груди. Фибромиаглия. Фибромиаглия. Диабет. Повышенное давление. Мигрень. Проблемы с производительностью. Нарушение привязанности. Техника помогла мне побороть проблему со страхом воды. Теперь я обожаю воду. Как терапевт я искала магическую таблетку. Это оказалась техника эмоциональной свободы. Техника эмоциональной свободы использует элементы двух терапевтических методов. Экспозиционной терапии и когнитивно-поведенческой терапии. Все происходит благодаря стимуляции точек акупунктуры на теле. Это посылает успокаивающие сигналы в части тела, отвечающие за страх. Когда мы тревожимся или боимся, у нас включается режим Бей-Беги. Это отправляет множество гормонов стресса, таких как адреналин, по нашему телу. Техника эмоциональной свободы успокаивает этот режим. Стимуляция точек акупунктуры отсылает успокаивающие сигналы. Это Тарантул. Сейчас он на руке у Анны, своей хозяйки. И он очень добрый. Никогда бы не подумала, что буду так близко. До этого я не могла протянуть к ней палец. Посмотрим, смогу ли я удержать ее на ладони после сессии техникой эмоциональной свободы. Она поворачивается ко мне. О, Господи! Сработала для Моники? Может быть, сработала для меня? Я боялась пауков 25 лет. И теперь у меня на руке лазит Тарантул. Она такая приятная на ощупь. Удивительно. Акупунктура в технике эмоциональной свободы та же, которую люди, не замечая, используют на протяжении дня. Точки настолько очевидны, что мы даже не связываем их с тревогой. То, как техника эмоциональной свободы убирает стресс, было темой многих исследований. Более чем 50 исследователей были вовлечены в изучение техники эмоциональной свободы в семи странах. По изучению тест было опубликовано более 15 различных статей в наушниках и медицинских журналах, а несколько напечатали в журнале Американской ассоциации психологов. В одном исследовании участвовали 250 профессионалов-медиков, врачей, медсестер, психотерапевтов, а также людей, практикующих альтернативную медицину. Эти люди измеряли уровень тревоги и депрессии до и после одного дня работы с тест. Было обнаружено, что уровень стресса снизился на 45%. Один из наиболее заметных примеров техники эмоциональной свободы можно найти в историях о солдатах, страдающих на посттравматические расстройства. Было обследовано более полмиллиона ветеранов, вернувшихся к войне и страдающих от ПТСР. ТЭС очень помогла им восстановить свое здоровье. Там был ужасный запах разлагающихся конечностей. Можете вернуться туда воспоминаниями и попробовать ощутить себя спокойно. Что вы чувствуете сейчас, описывая это? Я не трален. Я провел серьезное постукивание по этому. Я чувствую мир. В одном из случаев ветеранам было назначено не только обычное медицинское и психологическое лечение, но и техника эмоциональной свободы. Результаты были поразительны. Симптомы в группах с техникой эмоциональной свободы упали до нормального уровня, а группы без техники не излечились. Успех техники эмоциональной свободы с ветеранами привел к созданию сети поддержки терапевтов, предлагающих бесплатные или дешевые сессии. Это называется стресс-проект для ветеранов Ирака, и более ста специалистов техники эмоциональной свободы могут помочь ветеранам. Техника полезна не только для болезней, она может помочь и спортсменам. Исследование баскетболистов разделило команды на две группы. После подсчета количества бросков, которые смог совершить каждый игрок, одна группа получила 15 минут техники эмоциональной свободы, другая – советы по баскетболу от известного тренера. Тест проверили снова, и те, кто получил тест, бросали на 38% лучше, чем группа контроля. Игрок пытается успокоить себя. Не знаю, что это – аккумунктура или что. Одна из причин, почему техника эмоциональной свободы столь эффективна, она влияет на основной гормон стресса – кортизол. Кортизол участвует в запуске режима Би-Би-Ги, регулируя многие системы вашего тела, поднимая и опуская уровень сахара в крови, сердцебиение и дыхание. Случайное контрольное исследование сравнивает технику эмоциональной свободы с обычной психотерапией, а также с простым расслаблением. Техника эмоциональной свободы стимулирует снижение выделения кортизола на 25%. Комитет Конгресса США запросил подтверждение эффективности, и несколько конгрессменов написали письма подтверждения. Техника эмоциональной свободы также постоянно обсуждается в газетах, журналах, телешоу и крупных сайтах. Я верю, что техника эмоциональной свободы также потенциальна для науки и медицины, как и любое великое изобретение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok